Четырехтысячелетняя история В различные периоды истории Гянджа была столицей. Начиная со средних веков, город был окружен неприступными крепостными стенами. Остатки крепости, обнаруженные в ходе археологических раскопок, проводимых последние годы, вызывают восхищение своим великим. Небольшая часть сохранившихся крепостных стен и сегодня хранится в ханском саду в центре города как исторический памятник. Это остатки башни Ширалибека. Гянджинская крепость, известная как щит, на который полагаются все азиаты, была построена в 1588 году по распоряжению османского султана Мурада III, командующим турецкими войсками на Кавказе Фархадом Паша. В период Гянджинского ханства город пережил очередной этап развития. Мавзолей Джавадхана, последнего хана Гянджинского ханства, одного из сильных государств Южного Кавказа, в настоящее время находится в центре Гянджи. Джавадхану принадлежали большие заслуги в развитии этого города. Герб Гянджи, созданный во времена независимого Гянджинского ханства, и сегодня является атрибутом города. Свидетельствующие о древней истории Гянджи постройки, мавзолей Джомарда Гассаба, мечети Шаха Аббаса, Шах Севенов, комплекс Имам Заде, караван-сарай, древняя баня Чичек-Хамам, албанский храм, немецкая церковь, русская православная церковь, построенная в 1875 году для русских, проживавших в центре губернии, сохраняется и сегодня. Гянджа была столицей первой на востоке в тюркском и мусульманском мире Демократической Республики, Азербайджанской Демократической Республики. На памятных досках, вывешенных на многих зданиях города, указано, что в них функционировали правительства и различные государственные структуры того времени. Гянджа – колыбель науки и культуры Азербайджана. Она является родиной известных во всем мире гениальных поэтов. Гянджинцы гордятся тем, что являются соотечественниками выдающихся классиков азербайджанской литературы – Мехсити Генджеви и Низами Генджеви. Гениальный азербайджанский поэт Низами Генджеви родился в 1141 году в Гяндже и умер на этой земле. В городе имеется множество парков, площадей, очагов культуры, носящих имя великого поэта. В честь Низами возведены памятники, созданы скульптурной композицией по мотивам его произведений. Таким образом гянджинцы демонстрируют свою любовь к всемирно известному соотечественнику. Они высоко чтут его память и доказывают туристам, что Низами был именно азербайджанцем. Во въезде в Гянджу расположен мавзолей гениального Низами. Это одно из самых посещаемых гражданами республики и иностранными гостями мест. Первый мавзолей над могилой гениального поэта был построен в XIII-XIV веках. Мавзолей высотой 20 метров был отреставрирован. Парк культуры и отдыха Хан-Багы является одним из самых древних парков Кавказа и Азербайджана. Исторические источники свидетельствуют о том, что парк был заложен в XVII веке в лесу, расположенном рядом с бывшим ханским дворцом. Особую красоту парку придают ханские чинары, возраст которых исчисляется столетиями. В настоящее время парк – одно из самых любимых мест гянджинцев и гостей города. Улица Джаватхана олицетворяет древнюю историю Гянджи. На улице протяженностью 500 метров полностью обновлена инфраструктура. Отремонтированы фасады жилых домов и других строений. При этом сохранены все элементы национальной архитектуры. Исторические здания, окружающие улицу Джаватхана, сохранили древность, одновременно привлекая внимание своей современности. Гянджа всегда была одним из промышленных центров Азербайджана. Здесь функционируют алюминиевые винные и автомобильные заводы. На алюминиевом заводе, функционирующем с 2012 года, работают 760 человек. Гянджинское вино известно уже и за пределами Азербайджана. Вино, производимое на гянджинском винном заводе, где работают свыше 500 человек, продается не только в стране, но и на внешних трунках. На плантациях вокруг завода выращиваются специальные сорта винограда, необходимые для виноделия. Гянджа функционирует также завод по производству автомобилей, где работают около 500 человек. Производимые здесь различные автомобили используются внутри страны. На заводе совместно с Минским автомобильным заводом и немецкой компанией «Халлер» собираются тракторы и автомобили различного назначения. Гянджа – один из основных научных и образовательных центров Азербайджана. Здесь функционируют современные медицинские учреждения, средние школы, детские сады, высшие учебные заведения, Азербайджанский государственный аграрный университет, Гянджинский университет и Азербайджанские технологические университеты, Гянджинский филиал Азербайджанского института учителей. Международный аэропорт Гянджи является вторым крупным воздушным портом страны по своей функциональности. Отсюда регулярно осуществляются прямые рейсы в Баку, Турцию, различные города России. Гянджа – туристический город, имеющий древнюю историю, обычаи и традиции, известный своей кухней, культурой и географическом расположении, прекрасной панорамой окружающих гор и достопримечательностями. В Гянджи имеются отели Рамада, Лаза, Гянджа, Делюкс, Эмон, в которых созданы все условия для отдыха и развлечений иностранных и местных туристов. Поселок Аджикен близ Гянджи – туристический уголок, окруженный зелеными лесами. Погода, прекрасная природа этих мест круглый год привлекают сюда иностранных и местных туристов. Здесь можно снимать коттеджи и в комнаты в сельских домиках. В Гянджи также развиты различные ремесла. Плетенный из камыша гянджинский себет пользуется спросом во всем Азербайджане, никогда не выходящие из моды сибеты широко используются в быту. В различных кварталах города есть мастера, занимающиеся плетением корзин, которые хорошо зарекомендовали себя для долгосрочного хранения продукта. Как и во всех регионах Азербайджана, Гянджи функционирует в цехах по выпечке пахлавы. Пахлава, изготовленная в этих цехах, которые можно встретить в каждом квартале города, по словам гянджинцев, отличается от пахлавы, выпеченной в других регионах. Главная особенность гянджинской пахлавы в том, что ее готовят в медном подносе на открытом огне. Настоящая гянджинская пахлава состоит из 23 слоев и, самое главное, не портится даже в течение нескольких месяцев. В Гянджи созданы все условия для молодежи. Здесь функционирует олимпийский спортивный комплекс, различные спортивные площадки и уголки отдыха. Гянджинские спортсмены на международных турнирах достойно защищают честь Азербайджана. Тогрул Аскеров, принесший первую золотую медаль Азербайджану на 30-х лондонских Олимпийских играх, родом из Гянджи. Гянджинская молодежь очень любит свой родной город. Народом, я уже из Туркида. Мы хотим увидеть Ганджинскую развитие на рынке, как головной развитие гниво Грюции. Привет, я Мэриан из Грюции. И Гранджину ефти с Европу с Европой. Привет, я Луис из Чапитала. Я бы желаем Гранджину ефти с Европой. Грюции с Европой с Европой. Гранджинская молодежь будет. За последние годы в Гянджо открылись 28 703 новых рабочих мест, в том числе 25 076 постоянных. Просторные улицы и площади, парки и уголки отдыха отличают Гянджо от других городов страны. Современный облик, оригинальные здания вызывают большой интерес у гостей города. Древняя Гянджо развивается, модернизируется, превращается в прекрасный и современный город страны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова